Собственно говоря, я хочу вам сегодня рассказать лекцию в рамках темы полинейропатии про острый идиопатический полирадикулоневрит. Ну или почему моя собака не двигается, все понимает и ходит под себя. Болезнь довольно интересная, и несколько раз я сталкивался с тем, что когда я говорил это слово, полирадикулоневрит, коллеги отвечали мне, что? Поэтому я решил сначала разобрать это слово и объяснить, что это значит. Значит, радикул есть корешок спинного мозга, здесь они отмечены красным, соответственно, на картинке. Корешков этих много, и из названия болезни понятно, что полирадикулы, значит, что все эти корешки, вентральные корешки спинного мозга, так или иначе участвуют в этом заболевании. Неврит есть воспаление периферического нерва, условно. Вот, собственно говоря, заболевание полирадикулоневрит есть воспаление всех корешков спинного мозга, вентральных. Это важно. Ты же рассказывал, да, скорее всего? Отлично. И это наиболее частая, скажем так, полинейропатия, которая встречается у собак, и гораздо реже она встречается у кошек, но все же может встречаться. Особенно часто связана она у кошек с вирусом иммунодефицита. Заболевание это приводит к поражению аксонов и миелин и вентральных корешков спинного мозга. То есть и аксон, и миелиновая оболочка, все это поражается. Исходной болезнью у человека является синдром Гиена-Борре. Очень классное название синдрома, мне нравится. Про него чуть позже, и у этих болезней есть некоторые принципиальные различия. Но в целом по механизму они работают похоже. Изначально эта болезнь называлась паралич кунхаунда. Собственно, называлась она так, потому что были такие кунхаунды, вот он здесь на фото, которые охотничьи собаки, они охотились за лисами, за енотами. Собственно, и из названия собаки кунхаунда, ракунхаунд, соответственно, которые чаще всего охотились на енотов. Их еноты кусали, и через неделю-две у этих бедных кунхаундов случался паралич, вялый паралич по нижнему моторному нейрону. Ну и, собственно, и назвали ее болезнь параличом кунхаунда. Потом, когда поняли, что не только укус енота вызывает подобные изменения, придумали второе название, которое сейчас является современным. Это острый идиопатический полирадикул неурит. Собственно, если укусил енот, и собака получила такие симптомы, такую болезнь, это паралич кунхаунда. А если не енот, то острый идиопатический полирадикул неурит. Что еще может привести? Наиболее часто у человека и у животных. Это компилобактер еюни, который, вот здесь они плавают, когда попадают в организм, вызывают это заболевание. Это могут быть токсоплазмоз, неоспороз, может быть недавняя какая-то вакцинация. У кошек, как я уже говорил, вирус иммунодефицита. И еще исследуются некоторые другие факторы, которые могут привести к подобной болезни. Здесь закономерный вопрос, что же происходит, когда все эти чужеродные агенты попадают в организм. Что же происходит? Есть такая теория, называется теория молекулярной мимикрии. Соответственно, говорит она о том, что при попадании какого-то чужеродного пептида в организм, на него вырабатываются Т-клеточные или бета-клеточные лимфоциты. Есть у нас автоантигены, то есть какие-то клетки в организме, не клетки, это такие же пептиды, которые сходны по строению с чужеродным пептидом, вот как на этой картинке, когда эпитоп схож с паротопом антитела. И в данном случае лимфоциты выработались и на чужеродный организм, и выработались к своим автоантигенам, и то есть вызвали там аутоиммунное локальное воспаление. Понятно? Отлично. О, кому-то непонятно. Это тоже отлично. Эпитоп. У антигена есть место, куда, собственно, садится антитело, и оно называется эпитопом. А паротоп — это место антитела, которое садится на эпитоп. По принципу ключ-замок это происходит. Да, 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 да. Можно камеру на субботину перевести на время, он покажет. Вот. Соответственно, такой процесс запускается. Например, если это компилобактер, вот он попадает у нас в организм, на него вырабатывается какой-то иммунный ответ, происходит продукция антител, и эти антитела садятся на липоолигосахариды, это мембраны этой бактерии. Но в нашем организме, в организме животных, есть такой на оксалеме белок церамид, пептид церамид, который по своему строению схож с этим липоолигосахаридом у бактерии. И вот на него эти антитела тоже вырабатываются. И таким образом поражают периферический нерв. Любопытно то, что эти эпитопы располагаются на мембране, как в области перехвата франьвье, так и на миелиновой оболочке. И вот как раз касательно синдрома Гиена-Борре, большинство эпитопов лежит на миелине, и поэтому разрушается много миелина, а сам по себе аксон фактически не страдает. А в случае острого идиопатического поля радикулы неурита эпитопы находятся и там, и там. И большинство из них находится на перехватах ранье. И происходит, собственно говоря, вот это иммуно-посредственное воспаление именно на самом аксоне. То есть поражается непосредственно нерв. Что мы будем видеть, когда происходят такие патологические изменения в организме, что мы увидим? В первую очередь это неамбулаторный тетропорез или паралич. То есть кому как повезет, но всегда паралич, просто смотря как быстро развившийся по нижнему моторному нейрону, который прогрессирует в течение 3-10 дней. Второй наиболее частый симптом – это афония или дисфония, то есть нарушение голоса. То есть владельцы рассказывают что-то, она стала как-то плохо гавкать еще, что-то как-то хрипит. Ну, собственно говоря, или там сиплый голос стал, или вообще рот открывает, никого голоса нет. Это симптом. Если мы видим поражение по нижнему моторному нейрону и афонию, можем думать про то, что это полирадикулы неурит. Часто бывает слабость лицевой мускулатуры, но такая не очень заметная, будет видео, где, собственно, это видно. Гипотонус мышц конечностей и спины вы можете увидеть, а можете не увидеть, в зависимости от того, что происходит, на какой стадии развития болезни к вам пришло животное. То есть, если это в самом начале, то, скорее всего, мышцы еще будут в тонусе. Если идет там вторая неделя, то уже будет тряпочка висеть, все конечности, и никакого тонуса вы не увидите. В тяжелых случаях случается паралич дыхательной мускулатуры. Если вот эта подобная перекрестная, вот эта иммунная реакция, доходит до периферических черепно-мозговых нервов, то могут поражаться там и вагус, в том числе, и так далее, и случается паралич дыхательной мускулатуры. У животного, соответственно, дыхательная недостаточность. Гиперэстезия или боль – большой вопрос. Не до конца понятно, но чаще всего связано с тем, что животное постоянно лежит, мышцы из-за этого болят. Если там еще не совсем качественный уход, не часто переворачивают, чтобы равномерно она отлеживала свои мышцы, может возникать боль, и прикосновение не нравится. Вот, и, собственно, что мы увидим? И здесь есть осмотр, собственно, той собаки, из-за которой весь сыр-бор, из-за чего мы затеяли наше общение. Мы видим, что нету коленного рефлекса, практически нету, и нету сгибательного рефлекса, при этом собака вполне себе понимает и чувствует, это важно, она чувствует то, что мы ее трогаем, но сделать она ничего не может. То же самое на грудных конечностях. У нас снижены сухожильные и снижены сгибательные. Ну, либо отсутствуют, либо снижены. Ну, явно мы видим, ей не нравится, она не хочет, чтобы ее так щипали за лапки, но сделать она с этим ничего не может. Ха-ха-ха. Да, ну, их жалко, на самом деле жалко, и представив такое состояние, экстраполируя на себя, мне кажется, это безумно неприятно. А еще с собой что-то делают, там переворачивают что-то. Как будет выглядеть у нас осмотр черепно-мозговых нервов? В данном случае, на мой взгляд, нет прям какой-то значимой гипотонии лицевой мускулатуры, но в целом тройничные лицевые работают, что-то рефлекс угрозы в норме. Осмотр, конечно, без перчаток, да. ГАК-рефлекс в норме? Нет, проверили, нету. Рефлекс угрозы, реакция зрачков на свет, вот дополнительная проверка тройничного лицевого, реакция носового зеркала, все нормально, чувствует она себя хорошо в этом плане, при этом животные действительно едят, пьют, понимают все, что происходит, но только мочатся под себя и не могут двигаться. Что нужно исключить в таком случае, если мы видим подобный симптом? В первую очередь, иногда, скажем так, так может выглядеть миостыния, гравис или другие типы миостынии, их довольно много различных, в зависимости от того, какие нарушения рецептора происходят, либо и клещевой паралич. Есть такая болезнь, когда клещ кусает свою слюну или какие-то вещества в своей слюне впрыскивает, и на него вырабатывается аутоиммунная реакция. Клеща сняли, через два дня симптомы прошли. Здесь, собственно, помогает анамнез, кусал ли клещ, снимали ли клеща, ну, не всегда понятно, но такое может быть. Инфекционный полирадикулоневрит развивается вследствие токсоплазмоза или неоспороза, и крайне редко к таким изолированным симптомам могут приводить какие-то эндокринопатии, типа гипотириоза, гиперадренокортицизма и сахарного диабета. И всякие редкие штуки, всякие ганглиозидозы и болезни Крабе. Что мы должны предполагать, соответственно? Острый идиопатический полирадикулоневрит этой собаке был поставлен в связи с тем, что у нее 3-4 дня до проявления, до манифестации симптомов была сделана комплексная вакцинация. А потом эти симптомы стали развиваться. Собственно, предполагалось, что это реакция на вакцину, но был предложен прозериновый тест, ЭНМГ, о котором нам Люда сегодня расскажет подробнее, что мы там можем найти при подобных заболеваниях и какие изменения увидеть. Анализ крови на антитела к токсоплазме и неоспоре. Ну, к токсоплазме берем 2 иммуноглобулины, острый, хронический. К неоспоре имеет смысл брать только хронический. Причем интересно то, что проводилось исследование, в котором показали, что у животных с полирадикулоневритом с такими симптомами титр-антител острый к токсоплазме выше, повышается на 35% по отношению к контрольной группе, у которых этих симптомов нет. Но загвоздка в том, что обычно острый титр вырабатывается где-то через 3-4 недели после начала болезни именно токсоплазмоза так такового. И большой вопрос, если болезнь у нас развивается за 3-10 дней, а титр должен вырабатываться только через 4 недели, болеет ли она токсоплазмозом на самом деле, это непонятно. Иногда можно прибегать к биопсии периферических нервов. Чаще всего, ну, и в литературе предлагают брать паховый нерв или больше берцовый нерв, но, честно говоря, никогда не брали, не пробовали, не смотрели. Но, типа, можно найти изменения вот эти, то, что развернулся у нас, миллиин разрушился, то, что поражение аксона присутствует. И также можно брать анализ спинномозговой жидкости, в котором мы увидим только повышение уровня белка. Никакой большой клеточности там не будет. Судьба этого пациента такова, что у нее стал прогрессировать паралич дыхательной мускулатуры, собаку отправлены на госпитализацию, в силу ряда причин госпитализация не удалась, и на следующее утро пациент, собственно, скончался дома. Непонятно, ну, владельцы в шоке, никто не может объяснить, там была дыхательная недостаточность, не было, но идея была такая в основном. Что нужно сделать, если поступил с какой-то дыхательной недостаточностью, или вы подозреваете ухудшение у подобного пациента, вот он поступил лучше проконтролировать газы крови. Это расскажет сегодня Анна Мальцева, я так понимаю. И, ну, если вы сомневаетесь, поместите его в стационар, пускай там посидит пару дней. Все же последим мы, да, а не владельцы, которые не понимают, что делать. Поэтому иногда им требуется при пролечии дыхательной мускулатуры аппарат искусственной вентиляции легких. При этом они как бы остаются в сознании. И второй клинический случай, он, как подгадали, пришли ко мне буквально на прошлой неделе, во вторник, с острым полирадикулоневритом, вероятно, здесь симптомы развиваются всего три дня. Причем, со слов владельца, вчера было лучше. Видео показательное, потому что моторика в данном случае еще сохраняется. И мы видим, что животное вполне себе чувствует свои конечности. И моторной функции еще достаточно для того, чтобы показать пропорецепцию. Что да, я пока лапу могу убрать. Хотя уже все выглядит как бы не очень хорошо. В такой ситуации подозревал я еще и клещевой паралич, в том числе, потому что по рассказу владельцев вчера все было гораздо хуже. А сегодня вроде как песик может и переворачиваться самостоятельно и так далее. Но, к сожалению, такие интермитирующие симптомы все равно могут быть. Как впоследствии оказалось по созвону с владельцами, что ухудшение и дисфония все же прогрессирует. Но мы видим, даже шаговые на тот момент еще оставались. И у этого пациента нет никакого мышечного гипотонуса. То есть он вполне себе, ну может незначительный. Проверяем рефлексы коленного. Может быть, что-то есть, но объективно снижен. Сгибательный. Что-то он пытается лапу напрягать, но тоже особо рефлекса нет. Он чувствует, тоже опять пытается перевернуться, но ничего сделать у него не получается. И то же самое на грудных конечностях. Сухожильные снижены. Бицепс вообще, возможно, отсутствует. Но хочет кусаться, не нравится. То есть сгибательного тоже нет. Ну, собственно, обратный из-за этого мы его здесь переворачиваем, такие же рефлексы, то есть паралич по нижнему моторному нейрону. Вернее, не паралич, в данном случае пока еще тетропорез. Не амбулаторный, но тетропорез. По черепно-мозговым нервам мы увидим... Да, я тот человек, который... Оператор, который снимает вертикальное видео. Вот здесь, мне кажется, гипотония лицевой мускулатуры присутствует. Если обратить внимание, он реагирует, но вяленько так, не очень охотно. При этом все чувствует. Почему нам важно понимать, чувствует собака или нет? Потому что есть другая, более редкая болезнь, она называется полиганглиорадикулоневрит, при которой поражаются не только вентральные корешки, моторные корешки, но поражаются еще и ганглии, то есть дорсальные корешки. И в данном случае будет на уровне с потерей моторной функции, потерей чувствительной функции. При полирадикулоневрите, вот этой распространенной патологии, потери чувствительности не будет никакой. Глотательный есть. Физиологический нестагм сохранен. И реакция на свет там в норме. Сейчас у нас немного промотать. Мы сняли его еще походку, как он пытается ходить. Он ползет вниз по стене, если вы видите вертикально. Пытается спуститься со скалы. То есть, видите, моторика сохранена, идти пытается, но еще нет. Через день я с ними связывался, но уже ухудшение, уже хуже, уже лежит тряпочкой. Ну, собственно, мы решили пока не проводить прозериновый тест, поскольку неспецифичные все-таки для миостынии симптомы. Сдали анализы на токсоплазмозный оспороз и записались к Людмиле Сергеевне на электронейермиографию. Как мы должны подходить к лечению полирадикулоневрита? И что мы, собственно, можем сделать? В первую очередь, это реабилитационные мероприятия, это массажи, это попытка оставить в тонусе мышцы хоть в каком-то. То есть владельцам надо очень четко объяснить, что они должны животное равномерно переворачивать, желательно каждые пару часиков. Может быть, купить какой-то противопролежневый матрас, потому что подобная болезнь может затягиваться до 8, иногда 9 месяцев без каких-либо улучшений. У меня была такая собака-стрелка, которая лежала около 4 месяцев, получается, до проявления первых улучшений. Очень сложно владельцам морально, а особенно сложно, когда ты говоришь, нет, не надо ничего вводить, никаких препаратов мы не можем ничего сделать с тем, что пока произойдет ремиеллинизация, пока аксоны восстановятся, и на них снова олигодендроциты или швановские клетки накрутят миелин назад. То есть качественный уход, по сути. Какие-то агрессивные, скажем так, реабилитационные мероприятия имеет смысл проводить, когда у нас наступают первые улучшения. То есть когда животное начало показывать голос, стало как-то ходить, вот тогда мы можем отправить на реабилитацию, в бассейн, ходить, стараться устанавливать свои мышцы. Но в остальном практически сделать ничего не можем. В 2012 году были люди, которые решили проверить, как работает человеческий иммуноглобулин. внутривенно на таких пациентах, потому что людям с синдромом Гиена-Борре, собственно говоря, иммуноглобулин помогает восстанавливаться быстрее. И получили... У них всего было около 30 собак, 16 собак группа с введением иммуноглобулина, и 14 собак, которым не вводили. Не очень большая выборка, но результаты у них такие. В среднем животные, которым вводили иммуноглобулин, восстанавливаются в среднем в течение 25 дней. Те, которым не вводили, в течение 75 дней. То есть, возможно, это имеет смысл. Но тут вопрос, как бы, насколько владельцы готовы каждый день приходить на введение этого иммуноглобулина с этим катетером и так далее. То есть, это тоже все надо обсуждать. Честно говоря, я не пробовал, но есть большое желание. Вот такая информация. Гиен и Борре говорят вам пока. Есть ли у вас вопросы? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова